Александр Михайлович, рад приветствовать вас в студии 9 канала. Приветствую вас тоже. Женщины скрывают свой возраст, но мужчины, наверное, гордятся в первую очередь своим возрастом, своим опытом, мудростью и своей активностью. Насколько я знаю, вам 82 года, но вы очень активный, жизнерадостный человек. Как вам это удается? Наверное, благодаря, во-первых, альпинизму, горы всю жизнь. Во-вторых, хорошие друзья. И, наверное, в-третьих, хорошая семья. Все вместе. Надежный тыл? Надежный тыл. Итак, что для вас альпинизм? Это хобби или это уже стиль жизни? Ну, альпинизм это вообще просто жизнь. Я занимаюсь альпинизмом с 1950 года, то есть уже очень много. И практически ежегодно один или несколько раз езжу в горы. Вот. И, конечно, он наполняет мою жизнь. Хотя я успешно работал, ну, естественно, окончил институт и все прочее. Все было нормально. Но это была как бы, ну, реалий, проза жизни. А романтика, мечта была в сердце, как поют альпинисты. И сердце я оставил в снежных горах. Вот. И мое сердце лежало все время там. Тем более, что я там нашел многих друзей. Даже жену я нашел тоже в горах. Говорят, что вот именно если в горах находишь друга, то он на всю жизнь. Это правда? Ну, нельзя сказать, что это всегда. Дело в том, что, конечно, в горах встречаются разные люди. Но альпинизм хорош тем, в частности, что он как сито. Он отсеивает. Потому что там опасно, там трудно, там нет экономических никаких интересов. Поэтому, естественно, остаются уже более-менее настоящие люди, большей частью. И действительно, если уж там ты на восхождении идешь в одной связке, это на всю жизнь. Насколько знаю, в марте 2014 года вы собираетесь сделать восхождение на пик Шевченко. Чему он приурочен? Да. Ну, мы знаем все, что будущий год – год Шевченко. 9 марта исполняется 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича. И днепропетровские жители многие знают, что на Кавказе есть пик Шевченко высотой 4200 метров. Мы ровно полвека назад, в 1964 году, я был руководителем восхождения на этот пик. Более того, в рюкзаке мы несли довольно тяжелый, отлитый на Южмаше из ракетного металла, бюст Тараса Григорьевича. И установили его на вершине. Таким образом, создали высший, самый высокий в мире памятник Кабзарю. Ну и вот в этом году мы опять пойдем к нашему Кабзарю. Сколько человек пойдет и насколько это сложно? То есть, насколько рассчитана сама экспедиция по времени? Экспедиция рассчитана порядка двух недель. Вот. Этим сейчас активно занимается днепропетровский облспорткомитет и облфедерация альпинизма. Мы были на приеме Александра Петровича Пшеничникова, председателя. Нам еще старый друг, который заверил в нас, что наше мероприятие, оно не в черт, не наше, оно стало общим, днепропетровским, областным. Общенациональным, я даже. И даже национальным. Нас поддерживает, значит, в этом мероприятии губернатор наш днепропетровский и вся администрация городская и областная. И мы думаем, что федерация альпинизма наша с честью выйдет из этого положения. Спортивную часть нашей экспедиции возглавляет Владимир Хитриков, мастер спорта, известный альпинист. Он будет отвечать за спортивную часть. А я буду общим руководителем всего этого мероприятия. Ну вот больше чем полвека вы альпинист, и если проанализировать ситуацию, вы жили в Советском Союзе, нынче незалежная Украина. Если вот сравнить, насколько этот вид спорта, хотя он не во всех странах даже вид спорта, насколько он популяризирован в Украине? Ну, надо сразу сказать, что когда произошел развал Советского Союза, это был и развал советского альпинизма. Это ясно. Вот. Сейчас удалось многое восстановить, но основа совсем другая, потому что при Советском Союзе альпинизм опирался в основном на лагеря альпинистские, которые были на Кавказе, на Тяньшане, на Памиле, и они были профсоюзными за счет профсоюзов. И масса молодежи, много тысяч каждый год получали путевки, совершенно или бесплатные, или очень дешевые. По-другому, была массовость. То есть студенты ехали, школьники старшие и так далее. Сейчас этого нет, сейчас все на коммерческой основе, понятно. Но, тем не менее, в крупных городах, там, где остались энтузиасты, в частности, в Невропетровске, каждый год организуются альпиниады. И за, ну, очень небольшие деньги, это не коммерческое, естественно, дело. Это чисто вот энтузиасты, сохранились инструктора альпинизма, во главе вот тот же Хитриков, тот же Леонид Александрович Флеер, там, Вера Попова, я могу много назвать имен. Это люди старого закава, которые не ради заработка, его нет, а ради идей, ради альпинистского братства, ведут молодежь в горы снова и снова каждый год. Насколько я знаю, последнее восхождение на пик Шевченко было в 2004 году. Если нет, то вы меня поправите. Как там Тарас Григорьевич поживает? То есть, что-то изменилось за те 50 без малого лет, когда он был установлен? Последнее восхождение было чуть позже. Оно было в 2011 году. Потому что все предыдущие восхождения мы делали по каким-то юбилеям. 150, 175, 180. А в 2011 году мы сделали подготовительное именно к 200-летию. То есть, потребовалось проанализировать маршрут, состояние бюста и так далее. И мы выехали под руководством, в данном случае мой ученик, талантливый, так сказать, альпинист, Валерий Васильевич Ломыга, руководил, ну и я участвовал как старший тренер. И мы действительно поднялись к вершине и увидели, что Тарас Григорьевич поживает замечательно. Бюст, он был отлит на Южмаши, из металла, из которого детали ракет делаются. Поэтому в него молнии его не берут, гроза его не берет. Он стоит, смотрит в сторону Украины. И когда мы к нему поднялись, мы засняли это дело. Это было очень трогательно. Пропустили вперед ветеранов. Ну вот мы с Условом и Шабохиным, три человека еще тех с 64-го года. Вот мы, как говорится, сняли шапки и подошли к своему Тарасу. Когда поднимаетесь на вершину и оказываетесь уже на пике, мужская слеза пробивает? Ну, слезы, может быть, и нет. Все-таки мы люди такие жесткие. Вот, волей судьбы, условия у нас достаточно жесткие бывают в горах, и, как говорится, трудно, раз так уж размагничиваться. Но очень большое удовлетворение и радость от победы, и какой-то мысленный привет тем, кто внизу, родным, близким, друзьям, всему нашему днепропетровскому сообществу. Вот. Ну и как раз на пике Шевченко не думаешь больше ни о чем, кроме вот радостных таких мыслей. Декламируют, молодые люди обычно декламируют, ну, заповид, там, и другие стихотворения Тараса. Иногда мы там поем даже, там. Это очень волнующее дело. Мы же там оставляем кабзак, там у нас лежит, памятная доска. Вот, и, наверное, мы опять понесем и великие какие-то. В прошлый раз мы везли туда и внесли на вершину от детишек днепропетровских, вышитый под трет Шевченко, и от местных жителей, там, которые иногда, молодежь, вот уже два раза, шла с нами. Я надеюсь, что и в этот раз, может быть, молодые люди, балкарцы, с нами пойдут. Люди гор. Люди гор. Но они, хотя и в горах, но на вершины они, в общем-то, не ходят. И мы им даем снаряжение, все, и они с удовольствием, мы их обучаем приемам, как по веревке лазить, как все, они с нами ходят. Но дело даже не в том, это выражение дружбы, а дело в том, что все на Кавказе, где мы там были, к нам, к представителям Украины, всегда исключительно тепло от нас, исключительно. Просто мы даже трогательно, как кавказские жители, когда слышали, что мы с Украины, они прямо готовы там лепешками поделиться, айраном, лошадь дать и так далее. Все, очень приятно, что там друзья. Ну вот пойдете в марте месяце 2014-го. Что будете рассказывать, как изменилась Украина за эти несколько лет? Что-то скажете о Майдане? Конечно, скажем, да они нас просят, это же по телевидению показывается. Я думаю, что поскольку мы едем сейчас на территорию России, Кабардино-Балкария, это Россия, и сейчас, вроде, вот буквально вчера-позавчера, наши президенты договорились с Януковичем Путиным, договорились о совместном праздновании 200-летия Тараса Григорьевича Шевченко. Это сразу поднимает на большую высоту и наши мероприятия, и наши совместные контакты с балкарцами. Я думаю, что они будут теперь воспринимать, они и раньше, как я сказал, к нам прекрасно относились, но сейчас они будут воспринимать это уже как общее дело, как участие в единой программе чествования, обшанувания Тараса Григорьевича. Ну, коль вы сказали о Великом Кабзаре, ваши любимые строки? Ну, я в школе очень любил, я достаточно говорю по-украински, и люблю говорить по-украински, и у меня отлично по всем сочинениям и так далее. Ну, наверное, сразу сходу приходит, конечно, заповедь сразу, как умру, то поховаете меня на Украине, через степу, и так далее, широкого на Украине мира. Золотые слова. Ну что, хочется пожелать вам удачи в ваших делах и начинаниях, и чтобы после восхождения вы оказались в студии 9-го канала и рассказали, как там наш Кабзарь поживает, ну и, собственно говоря, каким образом были восприняты ваши действия дружественным народом Российской Федерации, а непосредственно Кабардино-балкарцами. Удачи вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Как альпинисты говорят, хорошей погоды и легких рюкзаков. На этой оптимистической ноте мы будем с вами прощаться. Всего доброго. Всего доброго, Игорь Иванович. Продолжение следует...